Всем привет! С вами заброшенная страна на канале по дорогам и лесам. В этом выпуске мы расскажем вам необычную историю. Заброшенный маяк, разграбленный ядерный генератор, радиационное заражение местности и множество слухов и домыслов. Все это в Ленинградской области, в нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга на побережье Финского залива. Мы покажем вам это место, проверим информацию о его заражении и расскажем вам о событиях, произошедших здесь не так уж давно. Итак, смотрим. До интересующего нас объекта путь не близкий. По прямой откада 90 километров, но по дорогам от нашего дома почти 200. Наша цель заброшенный маяк на берегу Финского залива. С ним связана одна любопытная история, которую чуть позже мы вам обязательно поведаем. И в этот раз к нашей группе присоединился сталкер Андрей, который, видимо, в честь такого знаменательного события даже облачился в белую отглаженную рубаху. Правда, почему-то без галстука. Но обо всем по порядку. Итак, наш объект расположен поблизости от деревни Липова Кингисеппского района Ленинградской области. К деревне ведет мощеная булыжниками дорога, с которой еще не до конца сошел асфальт. Лето нынче холодное, но в этот раз погода явно на нашей стороне. Проезжая через деревню, мы решили пообщаться с местными жителями и спросить, знают ли они что-нибудь про маяк и историю, связанную с ним. Скажите, пожалуйста, а здесь маяк есть заброшенный, насколько мне известно? Ну, там, насколько мне известно, была какая-то, грубо говоря, ядерная батарейка, блин, которую тащили. Есть такое дело. Была ядерная батарейка. Тащили ее кто-то. А что-нибудь интересное можете рассказать про нее еще? А там до сих пор фонит хорошо. Фонит? Ну, понятно. Вот мы как бы хотим узнать, может быть, вы знаете, как бы, ну, лучше все здесь живут поблизости. Нет, ну, мы знаем, что там радиация, да. Понятно. То есть там надо осторожным быть. Ну, как, дозиметр есть, значит, будете осторожными. Как запищал, значит, беги. Правда, я там ночевал, до сих пор еще живу. Местные жители также сказали, что на нашей машине к маяку не подъехать, но объяснили, как к нему пройти. Однако посоветовали надолго там не задерживаться, поскольку место это, по их мнению, заражено радиацией. Мы оставили машину за деревней и отправились к маяку пешком. Мы из Пехлисаар Кургальского полуострова Ленинградской области. Именно здесь расположен заброшенный и ныне недействующий маяк. Это место овеяно большим количеством слухов. Один из них гласит, что несколько охотников за цветным металлом, вскрыв защиту ядерного генератора маяка, извлекли из него капсулу с крайне радиоактивным стронцием 90, после чего практически мгновенно погибли. А капсула со стронцием якобы прожгла грунт и на несколько метров ушла под землю. Через несколько дней военные обнаружили трупы воров и огромный уровень радиации. Была эвакуирована близлежащая деревня, капсула была извлечена и утилизирована, а грунт, в котором она находилась, был вывезен грузовиками и захоронен на специальном полигоне. Согласитесь, история довольно драматичная, однако большая ее часть это вымысел. Большая, но не вся. Это тот случай, когда в основу слухов легли реальные события. Поэтому прежде всего мы решили замерить уровень радиации. Мы находимся не более чем в 150 метрах от этого маяка. Дозиметр включен. Мощность экспозиционной дозы в данном месте в норме, в районе 8 микрорентген в час. Это нормальная мощность экспозиционной дозы для негородской местности. Для леса, для природы 8 микрорентген, 7-8 микрорентген это нормально. 7 микрорентген средняя мощность, текущая и это порог срабатывания, при котором дозиметр подает тревогу. 120 микрорентген это не уровень радиоактивности здесь, это просто порог. Пойдем поближе. Прямо передо мной лежат остатки аккумуляторной батареи. Одной из многих, которая использовалась для электроснабжения маяка. Надо сказать, что мощность экспозиционной дозы возле этой батареи, которая исходит, скажем так, от этой батареи, она несколько выше, чем окружающий радиационный фон, но при всем при этом она не является повышенной. 13-14 микрорентген в час. Это тот уровень, который имеется в среднестатистической городской квартире. Но сейчас средний уровень 11. Нельзя сказать, что здесь высокий уровень радиоактивности. Ну что ж, еще одна находка. Сапог или бахила химзащиты. Померяем мощность дозы от этого предмета. Но, судя по всему, бахила это не фонит. Вообще тишина. Нет, конечно. Если бы здесь было какое-то излучение от этой бахилы, то дозиметр бы пищал намного чаще. Сейчас мы дождемся значения. 8. Ну что мы видим? Остатки аккумуляторов и опять же остатки химзащиты. Вход зарос паутиной. Но, надо сказать, дозиметр здесь начал пищать чуть интенсивнее. Но, опять же, мы не можем говорить о радиационном заражении. Даже о повышенном фоне мы не можем говорить, потому что здесь все в пределах 15 мм. Итак, мы не обнаружили радиоактивного заражения в районе маяка. Откуда же все эти слухи? Дело в том, что ранее этот маяк действительно был оборудован автономным ядерным источником энергии, который называется РИТЭК. РИТЭК – это радиоизотопный термоэлектрический генератор. Такие устройства используют тепло, выделяющееся при естественном распаде радиоактивных изотопов для преобразования его в электроэнергию. По сравнению с ядерными реакторами, использующими цепную реакцию, РИТЭГи значительно меньше и конструктивно проще. В них нет движущихся частей, и они не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы, который может исчисляться десятилетиями. Однако их мощность весьма невелика. Как правило, от нескольких десятков до нескольких сотен ватт. Но этого достаточно для питания не очень мощных потребителей. РИТЭГи часто использовались для электропитания, расположенных в труднодоступных местах маяков, радиомаяков и метеостанций. По сведениям из открытых источников, маяк на мысе Пехлисаар был оборудован РИТЭГом типа Бета-М. Из линейки выпускавшихся в СССР генераторов, этот был самый маленький и маломощный. Масса составляла 560 кг, а мощность всего лишь 10 Вт. В качестве источника энергии генератора использовался радиоизотопный источник тепла РИТ-90, который представляет собой прочную герметичную сварную капсулу, внутри которой находится радиоактивный изотоп Стронций-90, а точнее его соединение титанат-Стронция, при естественном распаде которого выделяется большое количество тепла. Период полураспада Стронция-90 достаточно невысок – 29 лет, что обуславливает высокий уровень его активности и мощное радиационное излучение. Еще бахилы химзащиты, даже целая пара. Померяем мощность дозы, но опять же дозиметр молчит. Когда есть какое-то радиационное излучение, дозиметр пищит куда интенсивнее. Кстати, надо сказать, что-то попикивает. Ну, опять же, это не заражение ни в коей мере. Что ж, мы добрались до маяка, установили отсутствие радиационного заражения и теперь дело за малым – покорить его вершину. И пока мы взбираемся наверх, я расскажу более вероятную версию произошедших здесь событий. В середине марта 2003 года маяк прекратил функционирование. Прибывшие на место военные зафиксировали факт его разграбления. Охотники за цветным металлом унесли около 500 килограмм нержавеющей стали, алюминия и свинца, а радиоизотопный источник тепла сбросили в море в 200 метрах от берега. Горячая капсула, проплавив лед, ушла на дно Финского залива. При этом мощность экспозиционной дозы на поверхности льда толщиной почти метр составляла 30 рентген в час. Рентген, а не микрорентген. Это примерно в 4 миллиона раз выше, чем окружающий естественный фон. Следует отметить, что вода и лед неплохо экранируют радиационное бета-излучение Стронция-90. И такой огромный уровень радиации был, повторюсь, на поверхности льда. Излучение же самого источника тепла, по некоторым сведениям, достигает 1000 рентген в час, что более чем в 120 миллионов раз выше естественного фона для данной местности. Спустя две недели радиоактивная капсула была извлечена из-под воды при помощи обычных лопаты и вилл на длинные ручки, доставлена к дороге при помощи обычных саней, где была помещена в свинцовый контейнер и отправлена на специальное хранение. Ну что ж, вот мы наверху. Тебе помощь нужна? Молодец. Чайки летают ниже нас. Итак, мы наверху этого маяка. Отсюда открывается прекрасный вид на Финский залив и на окружающую нас природу. Здесь, наверху, находится вот такое устройство. Судя по всему, это, собственно, сам фонарь маяка. Нечто подобное мы находили в заброшенном НИИ во время нашего первого залаза. Там устройство было чуть меньше, но внешне очень похоже. Ну вот, кстати, во время второго залаза подобного фонаря там уже не было. Итак, пока мы с вами любуемся прекрасными видами с вершины маяка, попробуем порассуждать о том, что же случилось с грабителями. История об этом умалчивает. Однако уровень излучения радиозатопного источника тепла, извлеченного из ретега, таков, что 40 минут нахождения рядом с ним вызывает лучевую болезнь со стопроцентной вероятностью летального исхода. А 20 минут рядом с источником. Летальный исход с вероятностью 50% за 30 суток. Вероятно, грабители не понимали всю опасность своей затеи, а разбор генератора и вынос почти полутонны металла совершенно точно заняло у них немало времени. Факт обнаружения радиоактивной капсулы в 200 метрах от берега говорит о том, что, возможно, горе-грабители вывозили свою добычу по льду Финского залива и в какой-то момент решили сбросить горячий источник на лед. Вряд ли они забросили его на такое расстояние с берега. Все это дает нам основание предполагать, что в результате своих необдуманных действий они получили смертельную дозу радиации и вскоре умерли от лучевой болезни. С вами была заброшенная страна на канале по дорогам и лесам. Мы ищем заброшенные места и артефакты ушедших эпох, находим их и показываем вам. Палец вверх, если видео вам понравилось, подписка, если смотрите нас впервые. И до новых встреч!